Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Получил мандат и почти сразу уехал на спецоперацию в Новоалтайске. Простились с депутатом Дмитрием Гришиным, который погиб в зоне СВО. Когда застройщики уже сами готовы закрывать ипотеку с помощью субсидий. Что произошло на рынке недвижимости? Аналитика за первые полгода. И снова за старое. В Алтайском крае ищут подрядчика, чтобы наконец-то закончить реконструкцию художественного музея. Сегодня в храме святого Георгия Победоносца в Новоалтайске простились с депутатом Дмитрием Гришиным, который еще 19 марта погиб в ходе проведения спецоперации. Гришину было 42 года. Мужчину призвали в зону СВО во время мобилизации. Он добровольно снял брони и пошел служить. Дмитрий был стрелком, помощником гранатометчика. Погиб при исполнении воинского долга за Авдеевку и Тоненькое. Гришин – уроженец Новоалтайска. Его несколько раз избирали депутатом местного горсобрания. В последний раз он получил мандат в сентябре 2022 года. Правда, той же осенью уехал в зону СВО. Тем временем, шесть фур и один автовоз с гуманитарным грузом сегодня отправились из Алтайского края в зону специальной военной операции. Это самая крупная отправка в этом году. Гуманитарная помощь собирается адресно по запросам военных, но добровольцы также готовят и душевные подарки для поддержания боевого духа. Подробнее расскажет Дарья Ерошина. Каждая из шести фур должна вместить до 20 тонн коробок с вещами. Сухие пайки, медикаменты, одежда, сплетенные вручную маскировочные сети. Из военного оборудования дроны и противодроновые ружья, тепловизоры, дизельные и бензиновые генераторы – вещи, необходимые для выживания в окопных условиях. Погрузкой занимаются около 50 человек. В этом году у нас, так как июль месяц, это уже седьмая отправка, но в этом году она будет самая крупная. Этот груз мы собирали ровно один месяц. Сегодня отправляются уазы-буханки, уазы-хантеры. Это они в трехдверы и пятидверы. Это отправляются баги, мотоциклы кроссовые, мотоциклы с люльками и квадроциклы. Собирают груз, исходя из запросов военнослужащих в зоне СВО. Многие посылки направляются лично в руки конкретному бойцу, коробки подписывают. Но добровольцы стараются собрать все – от салфеток до теплых носков – на целый отряд или подразделение. В этот раз в каждой фуре есть и отдельная коробка подарок – от переселенцев из блокадного Ленинграда, живущих в Барнауле. Там сладости, теплые вещи, полотенца, а главное – письма с пожеланием вернуться домой. Каждый хочет помочь своему родному человеку, дать ему чуточку внимания, чтобы он понимал, что его родной район, а не просто краевой центр, про него не забыл. В основном, что приносят, то, что по запросам военнослужащих требуется. Также, если про Калманский район говорить, то мы изготавливаем маскировочные сетики, киморы, супчики, которые быстрого приготовления, сбор овощей. Это также производится жителями Калманского района. Надо сказать спасибо, огромное благодарность всем, кто помогает, неравнодушно поддерживает наших защитников. К сбору гуманитарной помощи подключаются неравнодушные не только из Алтайского края, но и из других городов России. Каждый надеется, что месяцы безвозмездной работы не пройдут даром, и скоро сбор гуманитарки закончится. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов, День с толком. Его, наконец-то, могут достроить. Это здание художественного музея. На сайте госзакупок разместили лот на поиск подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания для завершения реконструкции долгостроя. На эти цели из краевого бюджета готовы выделить 11,5 миллионов рублей. Желающие подрядные организации могут подавать заявки до 31 июля. Итоги планируются подвести 5 августа. Напомним, что весной этого года строительство художественного музея заморозили полностью как раз из-за проблем с проектно-сметной документацией. И информация для тех, кто уже успел забыть. Строительство музея начали еще 12 лет назад. К слову, готов он сейчас лишь на 62%. К другой теме. Застройщики готовы сами закрывать вашу ипотеку с помощью субсидий. Причина тому – новые условия получения семейной ипотеки и отмена кредитования с господдержкой. Как могут измениться цены на новостройки и вторичное жилье в Алтайском крае? И какие рыночные тенденции ожидаются в нашем регионе? Согласно аналитике за первое полугодие, расскажет мой коллега Данил Кузнецов. Цены на жилье в столице мира все ближе подходят к понятию «внеземные». Согласно подсчетам экспертов, стоимость недвижимости в Барнауле за первое полугодие увеличилась на 7,5%. Это топ-4 по динамике. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель менее процента. Такая разница темпов роста обусловлена маленьким числом новостроек в Барнауле. Однако вскоре эскалация должна замедлиться, поскольку в семейной ипотеке появились новые условия. А господдержку под 8% годовых отменили. Льготная ипотека очень сильно разогнала стоимость квадратного метра в новостройках. И если еще в 2019 году цены были примерно одинаковые, то сейчас более чем в полтора раза цена квадратного метра на новостройку ушла вперед. Естественно, это ненормальный такой перекос на рынке. И поэтому Центральный банк говорит о том, что необходимо охладить рынок новостроек. По словам экспертов, динамика продажи новостроек может просесть на 40%. Люди будут смотреть скорее в сторону вторичного жилья. Ведь за ту же цену можно получить не только голые стены. Сократится, скорее всего, и арендный рынок. Застройщики, понимая свое невыгодное положение, начали продвигать рассрочку. Объявлять скидки в 10-12% на квартиры. Некоторые даже готовы сами закрывать вам проценты по ипотеке. Мы видим, что застройщики уже начали через банки субсидировать процентные ставки. То есть вы все так же можете пойти за 8% и купить себе квартиру в новостройке под ипотеку. Вопрос, откуда деньги? Так вот, застройщики, часть стоимости, которую вы переведете по своему ипотечному кредиту, вернут банку на погашение процентов. Существенного падения цен на новостройки ждать не стоит из-за общей инфляции, считают риэлторы. Но и большого повышения стоимости вторичного жилья, скорее всего, не будет, утверждают эксперты. Поскольку сейчас предложение удовлетворяет спрос. Однако это всего лишь прогнозы. Более точная картина станет ясна к сентябрю, когда сезонное затишье закончится. Данёк Кузнецов, День с толком. В Барнауле уже в этом сезоне произошло почти полсотни ДТП с участием самокатов. Пострадавших 48 человек, среди них 11 несовершеннолетних. В прошлом году таких происшествий было в три раза меньше. Какие меры приходится предпринимать в городе, чтобы сохранить руки и ноги самокатчикам и пешеходам, в которых они часто врезаются, расскажет Юлия Щепина. Меня зовут Даша. Мне 17 лет и сейчас я хочу проверить, смогу ли я несовершеннолетняя прокатиться на самокате и насколько легко у меня это получится. Вот и всё, никаких запретов. Как раз над этим в Барнауле сейчас и работают. В этом году в городе произошло 47 ДТП, в которых пострадали 48 человек. Это почти в три раза больше, чем в 23-м году. Кататься на электросамокате без присмотра взрослого разрешено с 14 лет. Однако аренда, согласно правилам сервисов, предоставляющих такую услугу, запрещена до 18. Мы однозначно против того, чтобы несовершеннолетние катались и пользовались нашим сервисом. Эта техника достаточно тяжёлая, можно кого-то сбить. Даже в случае аварии, что мы с вами сделаем, скорее всего мы остановимся и поможем человеку, которого сбили или повредили чью-то машину. Мы постараемся как-то вопрос этот решить. Несовершеннолетние же, в свою очередь, просто убегают с места происшествия. Сейчас сервисы ведут работу над тем, чтобы регистрация проходила через госуслуги. Однако тут есть сложности, и это может занять долгое время. Пока блокируют тех, кому нет 18, кто пытается арендовать самокат через свою сим-карту. Остальных нарушителей представители каршеринга могут оштрафовать в ходе рейдов. Кстати, с начала года госавтоинспекция составила в отношении нарушителей около 400 протоколов. Был создан пилотный проект госавтоинспекции и компаний, занимающихся прокатом средств индивидуальной мобильности, о блокировке аккаунтов лиц, управляющих СИМ за нарушение правил дорожного движения. При выявлении нарушений сотрудники госавтоинспекции передают данные о нарушителях в компании по прокату СИМ, после чего владельцы компании выносят предупреждение, при повторном совершении правонарушения аккаунт пользователя блокируется пожизненно, а при совершении правонарушения несовершеннолетним – моментально. Также решается вопрос об установке датчиков на электросамокате для ограничения поездок вдвоем. Администрация города ограничила скоростной режим для СИМ до 15 км в час на 34 оживленных участках города. А на Молотобольской установили знаки о запрете передвижения на СИМ. Мы в текущем году еще запланировали совместно с руководителями каршерингов по СИМам это нанесение дорожной разметки, которое будет обозначать места парковки. И кроме того, у нас очень тенденция такая связанная с аварийностью на пешеходных переходах с участием средств индивидуальной мобильности. Здесь проговорили такой вопрос, что будем на наиболее оживленных пешеходных переходах, аварийных, вешать таблички информационные, чтобы участники дорожного движения спешивались. Напомним, статистика ДТП на самокатах в Барнауле уже в три раза превышает прошлогодние показатели. А ведь впереди еще половина лета. Стоит задуматься о сохранности своих конечностей. Юлия Щепина, День с толком. В Алтайском крае с завтрашнего дня прогнозируют высокую пожароопасность четвертого класса. Напомним, в регионе до 19 июля действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В ближайшие дни нас ждет температура выше 30 градусов. Спасатели напомнили, что природные пожары крайне опасны. И в избежание происшествий призвали ни сжечь костры, ни бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем. Ну а мы переходим к следующей теме – курс на зарубежные рынки. На масштабном агрофоруме День сибирского поля свою продукцию для детей и взрослых представил Барнаульский молочный комбинат. Многообразие сыров, молочной и кисломолочной продукции. Площадка Барнаульского молочного комбината пользовалась небывалым спросом на агрофоруме День сибирского поля. Гости становились в очередь, чтобы продегустировать полезную и вкусную продукцию алтайского бренда. У нас на дегустации представлены творожки торговой марки «Лакт», йогурты торговой марки «Лакт» и сыры. Дети, конечно, пробуют творожки, им очень хочется попробовать сладенького. Взрослые больше любят сыры, предпочитают пробовать. Ну и, соответственно, прежде чем приобрести, желательно попробовать. В этом году Барнаульский молочный комбинат отметил свой юбилей – 45-летие. Предприятие – лидер в производстве молочных продуктов в Алтайском крае. Сыры, творожки, йогурты представлены в торговых сетях всей Сибири, и их не понаслышке знают жители всей страны – от Калининграда до Владивостока. У нас широкий спектр продукции, как детской продукции, так и взрослых. Сыры, масло, творога. В этом году у нас есть замечательная новинка – это слассированные сыры торговой марки «Рамбер». Несколько вкусов – это сыр выдержанный, козий и с пожитником. В мае этого года молочный комбинат вступил в Таможенный союз, благодаря чему у предприятия появилась возможность поставлять свою продукцию в страны Таможенного союза и Монголию. Площадку Барнаульского молочного комбината на празднике День Сибирского поля посетили высокие гости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона пообщался с генеральным директором комбината и сказал напутственные слова. Предприятие в долгу не останется. Продолжить держать высокую планку и совершенствовать продукцию. К агрофоруму мы еще вернемся, но сейчас старейшая барнаульская школа номер 13 откроется в сентябре после капитального ремонта. Один из корпусов, а их строили в разное время, был признан аварийным. Ремонтные бригады зашли на объект в марте. Ход работ на днях проконтролировал замглавы Барнаула по социальной политике Александр Артемов. Одному из корпусов 13-й школы ни много ни мало 106 лет. Его построили в далеком 1918-м. Учебное заведение появилось в Барнауле по инициативе известного просветителя Василия Штельки. Старый корпус, а более современный построили в 1956 году, уже давно требовал ремонта. К тому же эту часть здания признали аварийной. Детей временно перенаправили в другие барнаульские школы. В марте начались строительные работы, причем делать капиталку решили во всем здании. На это здание выделено на сегодняшний день из городского бюджета порядка 40 миллионов рублей, из которого 35 – это общестроительные ремонтные работы, и 5 миллионов – это оборудование и новое оснащение. На прошлой неделе строители завершили монтажные и отделочные работы на втором этаже старого корпуса. Здесь установили системы отопления, освещение, облицованные оконные блоки. В школьных кабинетах покрыли пол. Основные работы сейчас ведутся на первом этаже – в холле, спортивном зале и кабинетах. Планерки с подрядчиком и всеми ответственными лицами на объекте проводят каждую неделю. Вы даете оценку, что мы с вами работаем по графику. Согласно графику, школу должны сдать 15 августа. Причем родителям учащихся пообещали не просто капитально отремонтированное здание, но и оснащенное современным оборудованием. Все контракты на поставку оборудования и мебели заключены. Уже частично здесь идет сборка мебели, оборудование тоже все находится здесь в городе. Поэтому на сегодняшний день пока нет оснований для какой-то тревоги, что мы из графика и из тех сроков, которым мы идем по контракту, они будут нарушены. Руководство учебного заведения внимательно следит за всеми изменениями, которые происходят в школе. А вот для родителей с детьми объект закрыт для посещений. И то, как будет выглядеть школа, пока сюрприз. Консультации по финансовым и не финансовым продуктам, аппарат для дистанционного предрейсового медосмотра, регистрация бизнеса и многое другое. Такой насыщенной площадкой на Дне Сибирского поля радовал гостей агрофорума «Сбер». Среди посетителей была и наша съемочная группа. Ежегодно агрофорум День Сибирского поля объединяет представителей агропромышленного комплекса Алтайского края и Сибири. Сюда приезжают за новинками и новым сотрудничеством. Сбер – традиционный стратегический партнер агрофорума. На площадке банка консультации по вопросам кредитования, лизинга, агрострахования и передовые цифровые решения. Традиционно мы один из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство. По льготным программам, связанным с финансированием сельского хозяйства, в этом году мы выдали около 7 миллиардов рублей. Алтайский край традиционно для Сибири является крупнейшим. Около 2 миллиардов инвестировано в сельское хозяйство по программе субсидирования с участием государства. Гости агрофорума могли познакомиться с решениями от компании «Сберздоровье». Особый интерес был прикован к новому аппарату для дистанционного прохождения предрейсовых и предсменных медосмотров сотрудников. Приборы измеряют физиологические показатели, и они в реальном времени передаются врачу для заключения. Медосмотры длится считанные минуты и способен охватить работников на удаленных территориях. Аппарат презентовали и официальные делегации во главе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Также на площадке посетители знакомились с возможностями быстрой и бесплатной регистрации бизнеса в Сбере. Одним словом, Сбер как партнер для аграрного бизнеса развивает все важные направления. 16 тысяч квадратных метров, 150 экспонатов сельхозтехники, 20 различных мероприятий и тысячи гостей. Такими цифрами может похвастаться агрофорум «День сибирского поля». В этом году мероприятие проходит под знаком столетия отечественного тракторостроения и 70-летия освоения целины. Как прошел заключительный день агрофорума, знает Дмитрий Дроздов. Сельхозтехника, сотни круглых столов и пресс-конференции. Это основная программа агрофорума «Дня сибирского поля». Гости мероприятия могли увидеть и редкую технику – специальный культиватор. Это комплекс для внесения безводного аммиака. Такие технологии были только в Канаде, в Америке, ну то есть в Европе. Он позволяет вносить безводный аммиак в почву. Это способствует увеличению урожайности до 50% по отношению к остальным удобрениям. В последний день прошло торжественное награждение лучших работников агропромышленной сферы. Вручали награды Российской Федерации и краевые. Результаты в сельхозсфере поражают многих. За последние три года освоено около 2 миллионов гектаров земли. Теперь впереди работа над их плодородием. За последние годы все мы с вами видим, как многое удалось сделать в вопросах развития сельского хозяйства в нашей стране. Мы постоянно наращиваем выпуск продукции сельскохозяйственной. Мы все увереннее идем в переработку и производство товаров уже более современного передела. После награждения традиционная экскурсия по площадкам. Губернатор региона Виктор Томенко и глава Минсельхоза России Оксана Лут отметили, что с каждым годом количество экспонентов на высадке растет. В этом году представили 670 различных единиц сельхозтехники и оборудования. В ходе экскурсии делегация оценила многие площадки крупнейших заводов, предприятий и колорит животного цеха. И, конечно, затронули тему предстоящей уборочной кампании. С точки зрения уборки сейчас мы идем в силу погодных условий, оперативнее, чем в прошлом году. На текущий момент мы собрали больше 32 миллионов тонн зерновых. Пока прогноз по зерновым мы не меняем, пока прогноз у нас остается 132 миллиона тонн, так как ожидаем, что будет ряд тоже сложностей при уборке, погодных сложностей. Алтайские сельхозмашиностроители свою достойную нишу занимают на рынке сельхозмашиностроения, на рынке техники. Мало того, между нашими предприятиями существует серьезная такая кооперация. Все это нам позволяет быть в числе лидеров по производству сельхозмашин, сельхозоборудования. Сегодня все, что касается посевной техники, навесного оборудования и целого ряда того оборудования, которое используется для работы на полях, в том числе внесение удобрений, это все сегодня делается в Алтайском крае. На агрофоруме Дне Сибирского поля можно было окунуться не только в сельхозиндустрию, но и спортивную. На площадке пивоваренного завода можно было попробовать свои силы в баскетболе или поиграть в подобие бирпонга, выбить мячами стаканы противника. Вот таким насыщенным, ярким и разнообразным получился 13-й агрофорум День Сибирского поля. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Сразу 8 тигрят родились в Барнаульском зоопарке в один день. Тигринный бэби-бум произошел в начале июля. Радостную новость накануне сообщили в официальном телеграм-канале «Зоопарка Лесная сказка». У бенгальских тигров Фифы и Мэйка родились два мальчика и две девочки. От амурских тигров Багира и Шерхана на свет появились три мальчика и одна девочка. Фифа пока не показывает своих котят, а вот Багира уже запечатлели на видео в заботах о малышах. «Зоопарка Лесной сказки». Продолжение следует...